78-летняя Фаина Мазитова уже в течение нескольких лет не может спокойно добраться до центра города. Несмотря на то, что автобусная остановка находится в нескольких метрах от дома, уехать с нее просто невозможно. Нет автобусов, признается пенсионерка. А ведь пару лет назад, вспоминает Фаина, добраться до центра можно было на трех автобусах – 50-м, 76-м и 115-м. Теперь, чтобы попасть в поликлинику, пожилой женщине приходится идти пешком несколько километров. Разъезжать на такси не позволяет пенсия. Чтобы нам добраться до поликлиники, нам надо 28 улиц перешагать. Анализы просят сдать полвосьмого. Это что-то невозможно, никак не можем добраться. Я пыталась попасть на прием Акиму, Абайского района. Так как в газете было напечатано по личным вопросам, он принимает по вторникам с двух до четырех. Я три вторника подряд ходила туда, ни одного приема он не вел. То он на совещании, то он где-то на вызове, а УЗА по средам. Тоже никак не могла попасть к нему на прием, они вообще не бывают. Два года горожане обивают пороги государственных учреждений, но помочь им толком никто не может. Обещания чиновников поправить ситуацию с автобусами в следующем месяце затянулись на года. Как бороться с этой проблемой, горожане не знают. К депутату обращалась, и в ЖКК обращалась. Автобусы были 115, 50, 76. На данный момент с Богдана Хмельницкого по электрону у нас ни одного автобуса нет. О проблемах жителей улицы Колдаякова в транспортном отделе ЖКХ знают не понаслышке. Жильцы не раз приходили сюда с письмами и обращениями, но в разумительного ответа на вопрос, почему сразу три автобуса перестали ходить по маршруту, никто не дал. Одна из главных причин – малый поток населения. Правда, теперь коммунальщики уверяют, что разобрались с автопарками и подписали новый договор, согласно которому автобусы начнут ходить по заданному маршруту уже в конце мая. Именно по улице Колдаякова был разыгран маршрут номер 53, номер 53 и 115. Конкурс прошел, конкурсанты, подавшие заявление на участие, они выиграли центр, и на сегодняшний день они, согласно заключенному контракту, должны обслуживать. Но договор мы только вот на днях прошло, то есть срок рассмотрения договора, комиссия, но до сих пор где-то в начале следующего месяца они начнут свою работу. Кроме этого, 25-й будет где-то в конце мая. Ждали два года, подождем еще неделю, уверяют жители улицы Колдаякова. Но если к намеченному сроку обещание не сменится на действие, горожане настроены на кардинальные меры. Ксения Поленица, Мирбек Тулебаев, Ербол Махашев, информационные службы, телекомпания «Утрар».